О Юрии Володове. То, что печаталось при колене Вячеслава Нерой во многих номерах и вышло теперь отдельной книгой. Были опубликованы столько в свое время. И опять-таки благодаря Галине Вячеславовне, потому что инициатива была ее, предложение было ее, так как они существовали, как бы, ну еще вот не в том виде, как в книжке вышли, но уже приличная масса была, объем, вот, и она об этом знала, и вот, так сказать, ее добрые воли, после этого почти что все было опубликовано. Ну, это надо читать. В принципе, конечно, я взял бы не ту книжку, с одной сейчас микрофона, можно было бы что-то из Володова почитать, ну вот, из Володовских историй. Я просто благодарен настолько в очередной раз, что они вспомнили в этом выпуске Ирину и дали ее иллюстрации. Я принес несколько альбомов, вот, и несколько книжек. Вот это, это было выпущено, когда она была жива, и сейчас нет, последние при ней издания. И, интересно, судьба у этого издания тоже своеобразная. Существует в Москве такая премия «Московский счет». Значит, отбираются книги определенного года выпуска, ну вот, скажем, это книга десятого года. Значит, комиссия, к сожалению, я не знаю, потому что не в никак глубоко это дело, вот, отбирает московских авторов, московский счет, это имеется в виду московские поэты, книги московских авторов выпущены в определенном году, скажем, в десятый год. В одиннадцатом году эта комиссия просматривает эту книгу, эту кипу не всю, а то, что отобрано, ну, назовем это условно шорт-лист, вот, и после этого, вот, в апреле-май этого года, двенадцатого года, так сказать, озвучены номинации «Кто, что, чего». Вот, и, как ни странно, вот эта книжечка как раз попала в шорт-лист. До сих пор не знаю, каким образом, может быть, потому что в магазинах была, может быть, кто-то из знакомых, потому что знакомых много, в том числе, возможно, имеющие отношения, так сказать, к решению, ну, вот, из этой комиссии. Не знаю, не любопытство, он не интересовался, но тем не менее, из книг десятого года рассматривался сейчас в этой, в этой премии, скажем, или для номинации этой премии, книжка присутствует, так же, как и Люда Осыпина, книжка «Кофейная барышня», или как, девушка. Что, «Кофейная девушка». Да, «Девушка кофе» так тоже у нас. В список, в список премий, да, список. Хотел бы, я, для нас, почитать историю из этой, вот, раз уж так, то давайте в ладусской. У этой книжки тоже интересная судьба. Когда вышла эта книга, естественно, я дарил друзьям, знакомым ее, вот, и попала она Валерию Краснопольскому. Он зам редактора издательства «Зебры Е». И вот дня через два вдруг звонок Сергея, давай нам мемуары твои, мемуарные заметки. Я отдал. И, правда, еще отдал в Лодову всего. И они там, по нашей договоренности, были добавлены фотографии. Здесь на одной из них есть Валерия Вячеслава Мирой. Вот. И, естественно, Лодов здесь есть. В разделе, где классики упоминаются. И они выпустили вот такую книжечку, которую сейчас подаются по Москве. Я же получал, ну, вместе с гонораром, определенное количество экземпляров, которые, опять-таки, могу раздавить, но их очень мало. Поэтому вот, что, ну, я подарил, но не более того. Давайте обладаем. Принимаю. Однажды я пришел... Это от имени Влада. Однажды я пришел к Ярославу Смолякову и объявил ему, что вот, дескать, надумал вступить в союз писателей. Одовряю городу он. Да, но, насколько мне известно, для этого нужны рекомендации, продолжил я деликатно. Так в чем же дело? Приноси, я тебя принимаю. Снова не понял он. Но мне не хватает одной рекомендации, не выдержал я. Извини, наконец-то, уяснил Ярослав Смоляков. Я председатель приемной комиссии и рекомендацию тебе дать не могу. Но можешь сказать так, что я тебя принял. Извините, что приходится долго, хочется выбрать что-то, что может быть интересным. Вот так слюту, скажем, а не в массе, когда читаешь. Однажды, после весело проведенной ночи, очутившись к рассвету с редакционными друзьями из журнала «Смена» в районе Цветного бульвара, на одном из перекрестков мы увидели их тушенькой. Он показался мне застывшим в позе, чем-то напоминающий памятник Маяковскому. И когда я подошел к нему, он с усталой, но гордой интонацией произнес. «Представляешь, Юра, две девственности за ночь». Однажды меня познакомили с оказавшимся в Москве председателем белорусского колхоза, который обратился ко мне с просьбой, помочь ему срочно писать поэму о партизанах. Мы договорились о цене и поехали на Ломановский проспект к его родственникам, где, расположившись в просторной кухне, начали работать. В принципе, дело обстояло так. Между нашими разговорами и едой я сочинял стихотворные произведения на героическую тему из жизни партизан. А мой собеседник, оказывается, мечтавший о литературной славе, ему этого не хватало для полного счастья, постепенно набирал маститость и к концу ночи уже заявлял. Я как писатель. Через пару месяцев знакомые передали мне Вандерольф, который находился в Минске, в журнал «Нема», с опубликованным под именем председателя поэмы. Не помню. Знакомый отбораж, так как это касается этого зала и служащего помещения. Однажды, направляясь в предваре, у бокового входа в малый зал я заметил Александра Аронова. Явно уже побывавшего в предбаннике. Подойдя к нему, я увидел в приоткрытую дверь, что в едва ли наполовину заполненном зале свои стихи с присущей ему монотонностью читает Иосиф Бродский. Это было до его отъезда в эмиграцию. А рядом за столом председательствует Арсений Тарковский. «Ёрка! Я его убью!» – прорычал Саша. И тут я заметил, вот как у него нужница. «Кого? За что?» – изумился я. «Бродского? Он же у меня жену увел!» – взбешенно ответил Аронов. «Минку!» Я стал озираться по сторонам, ища помощи. И тут из предбанника нетвердой походкой вышла Ахмадулина. Белла направился я к ней и объяснил ситуацию. Боже!» – со свойственной ей эмоциональностью отреагировала она и пошла к Саше. Постояв немного при открытой двери, она вдруг воскликнула. «Графоман! Правильно! Глаз ему надо! Ножницами!» И одобрительно чмокнул Сашу в счет. Я снова стал озираться по сторонам, ища поддержки. И тут, увидев Юрия Левитанского, я кинулся к нему. «Хорошо!» – спокойно ответил он, выслушав меня. «Сейчас мы их погрузим в Москвич Белла, и я буксирую его дома». «Что мы с Божьей помощью и сделали?» На следующий день Александр Аронов удивлялся. «Юра, представь себе, просыпаюсь утром в квартире у Ахмадулина и Нагибина, а как туда попал, не пугаю». Тоже об Аронове. Однажды мы с Ароновым выпивали в московском комсомольце. Естественно, в какой-то момент зашел разговор поэзии. «Ты считаешь меня поэтом?» – неожиданно спросил Саша. «Конечно!» – ничуть не сомневаясь, ответил я. Саша нагнулся и откуда-то из-под стола, за которым мы сидели, достал банку домашним вареньем. Вертя его в руках, поинтересовался, как бы на всякий случай, «Закусывать будешь?» Наступила пауза. И тут Саша размахнулся и, швырнув банку в противоположную стену, выкрикнул «Да здравствует поэта!» Банка от удара разбилась, а возникшее легендарное пятно еще долго было украшением кабинета. И на закуску сейчас я все-таки дойду до Кипцова. Дойду до Кипцова. Да, пожалуй, тоже две коротенькие истории. «Не люблю пьяниц. Однажды ночью мы с Колей аукционом слонялись по коридорам спящего общежития литературного института в поисках выбирки. Был уже второй час ночи. «Все от нас попрятались», – сказал я Коле и продолжил. «Слушай, ведь, как правило, Игорек Ляпин возвращается поздно. Пойдем к нему». Все знали, что студент и партнер своего курса Игорь Ляпин – жених дочери второго секретаря правления СПССР, курирующего литературный институт Сергея Сартакова, и поэтому он имел негласные привилегии. «Дело-то хорошее, но он прижимист», – ответил Рудцов. «Все-таки мы решили рискнуть». И не прогадали. Не успели мы дойти до комнаты Игорька, как в коридоре этажа появился и сам хозяин. Он, поравнявшись с нами, небрежно произнес. «Здорово, поэты! Вдохновения набираетесь?» И тут же неожиданно добавил. «Пойдемте ко мне». Я выдал поемку на гора. Мне ваше мнение не безинтересно. Его комната была не в пример другим, вся в коврах, надушенная, и кроме того, в ней были холодильник и радиолы. «Разубаться не надо», – сказал Игорь, набросав на пол газеты от порога до ближайших кресел. Переоделся, надев на себя халат поверх рубашки и брюк, и только после этого спросил, «Что предпочитаете, водку или коньяк?» «Водку», – нетерпеливо выпалил Рудцов. Хозяин выставил на стол для гостей водку, для себя коньяк, достал закуску, шпроты и абрикосовый компот. «Да вы не стесняйтесь, поэты», – подбудрил он, – после чего сел напротив нас и начал читать поэму о Танбасе. При этом надо сказать, что Игорь Ляпин был из династии шахтеров. Вскоре после распитой бутылки захмелевший поле начал толкать меня под столом ногой и одновременно говорить «Ну-ну, ну-ну». «Ты кончай, Рудцов, эту мимику. Если что не нравится, скажи, я как поэт выдержу», – отреагировал Ляпин. И, прекратив чтение, добавил, «Мне надо поработать. Ну, вы не чистите, но раз в неделю я вас приму». Довольные, мы вернулись в свою комнату, где было все обшарпано, и на полу сопел во сне Толик Третьяков, спившийся зять Наровчатова. Указывая пальцами Третьякова, Рудцов произнес «Не люблю пьяниц».